На брифинге 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коснулась недавнего заявления Реджепа Таипа Эрдогана о готовящемся открытии Генерального консульства Турции в Шуше. Вопрос российского журналиста из информационного интернет-агентства «Ура.ру» звучал так. «Не несет ли это заявление и будущее открытие консульства угрозы РМК и мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией?» Свой ответ Захарова начала дипломатически безупречно. Вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было, в частности в Шуше, остается темой двусторонних связей, в данном случае между Баку и Анкарой. Все вроде в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Однако это лишь первая часть ответа. Вслед за тем Захарова выдала следующее. «В то же время мы понимаем чувствительность вопроса для Еревана, а в наших контактах акцентируем на необходимость учета интересов друг друга и важность процесса нормализации как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений. То есть официальный представитель российской дипломатии попыталась забросить зазубренный камушек в ботинок Баку, уверенной поступью устремляющегося к полной интеграции армян Карабаха. Спрашивается, почему происходящее в Шуше должно чем-то беспокоить Ереван? И почему, собственно, за чувствительность Ереван должна переживать Москва? Эдакий неожиданный каскад волнений. Но это формальная сторона вопроса. В практической плоскости ремарку Захаровой, безусловно, следует рассматривать в контексте происходящих вокруг армяно-азербайджанского урегулирования событий. Итак, Москва имеет цель сохранить свое присутствие на Южном Кавказе и по возможности не допустить усиления в этом регионе других игроков. Эти тенденции только актуализируются на фоне акселерации усилий Вашингтона, чтобы привести Армению и Азербайджан к долгосрочному миру на основе уважения территориальной целостности. Читай «Признание Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана». Такой мир, в числе прочего, будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. А ведь в таком случае рушится вся система российского военного присутствия, так как уже не будет формальной причины, например, держать войска на границе с Турцией или базу в Гюмри с аэродромом в Арибуни. И если в вопросе сотрудничества Баку и Анкары к Кремлю уже поздно думать о серьезном противодействии, оно уже свершившийся факт, то не допустить сближения Анкары и Еревана остается важной и даже приоритетной целью. По сути, Москва использует карабахскую тему как фактор напряжения, пытаясь, с одной стороны, ослабить суверенитет Азербайджана и хоть как-то притормозить его кооперацию с Турцией, а с другой – не дать закрыться травматичному турецко-армянскому гештальту. Для осуществления этой задачи в Москве очень нужно увести перспективу подписания мира в горизонт бесконечности. Не имея возможности существенно давить на Баку, Кремль пытается всеми возможными средствами повлиять на своего ускользающего, но все еще сателлита – Ереван. Для этих целей, в числе прочего, Россия вовсю использует сентиментальный фактор, выставляя себя защитницей армяны, словно Прометей, подбрасывая головешки с древним огнем надежды не только отпетым реваншистам, но и теневой стороне более рационального армянского обывателя, который вроде смирился с крахом Мюацума, однако все еще страдает повышенной кислотностью от неприятного осадка. Вспомним, кстати, риторику Путина, Лаврова и той же Захаровой после пражской встречи в октябре прошлого года, где премьер Пашинян сделал первый шаг по признанию территориальной целостности Азербайджана. Так вот, риторика эта была выдержана в том духе, что мы, мол, могли бы вам помочь со статусом Карабаха, но вы сами отказываетесь, так что пеняйте на себя. Пашинян, конечно же, не полностью отказался от надежд на так называемый статус Карабаха, о чем свидетельствует его упорство с продвижением предусловия о диалоге Баку-Ханкинди с международным участием. Однако, судя по всему, он не захотел связывать эту надежду с Россией, предпочитая, если можно так выразиться, делегировать ее Западу, который, в свою очередь, пожалуй, за исключением Франции, больше настроен на скорейшее урегулирование проблем на Южном Кавказе, не демонстрируя при этом, во всяком случае, до сих пор явное стремление к физическому присутствию в Карабахе. Есть основания осторожно предположить, что дрейфь Еревана на Запад является целью самой по себе и не зависит от готовности Запада устроить мир с Азербайджаном на армянских условиях. И это совершенно разумно. Сорвавшись с Карабахской иглы, на которой ее долго держала Москва и фантомом которой пытается удержать и сейчас, Армения, наконец, сможет приобрести признаки подлинного суверенитета. Создается впечатление, что Кремль, не заметив признаков воодушевления армян после первых месседжей о статусе Карабаха, пытается предложить им еще более высокую цену. В данном случае – Шушу. Во всяком случае, на фоне того, что Баку уже предупредил о своей готовности провести спецоперацию по ликвидации незаконных бандформирований на территории Карабаха, Москва неожиданно вбрасывает нарратив о том, что и с Шушой-то оказывается не все так просто, что она для армян имеет некий сакральный смысл, а значит, они все еще имеют на нее какие-то права. Как будто Москва пытается вылепить из Шуши образ некоего Иерусалима 2.0, города двух религий и яблоко раздора Южного Кавказа. Однако именно такая игра, когда кто-то обещает тебе то, что ему не принадлежит, и должна больше всего заставить напрячься как армянские элиты, так и общество в целом. Кажется, команда Пашиняна достаточно прозорлива для того, чтобы осознать всю двусмысленность ситуации, не помчаться за призрачными посолами на Смоленскую площадь. Хотя, возможно, в замечании Захаровой просто сквозит имперская досада. Генконсульство Турции в Шуше – это символическое свидетельство присутствия Турции, давней геополитической соперницы России в регионе Южного Кавказа. Не имея юридического основания для оспаривания правомощности подобного шага, российский дипломат пользуется армянами как ширмой для выражения столь явного огорчения. Однако в современных реалиях рассуждать в стиле старых имперских клише по меньшей мере неконструктивно. Турция на Кавказе – это не только естественное положение дел, но и фактор стабильности. И России во всех отношениях выгоднее сотрудничать с тандемом Турции и Азербайджан, нежели входить с ним в конфронтацию. Турция на Кавказе